привет всем мы на канале школы вязания с вами я Катя Мушин в сегодняшнем видео мы свяжем новый рисунок с обернутыми петлями получается у нас такие смешные жуки так выглядит узор с лицевой стороны и вот так на изнатке тоже красиво, плоско и аккуратно этот рисунок выполняется на количество петель кратно 8 если вы хотите симметрии, то есть как у меня вот здесь кроме 8 петель набираете еще плюс 5 петель симметрии и плюс 2 кромки вот так схемку скачать можно на моем сайте пряжа.com ссылочка всегда есть под видео переходите смотрите вяжу я самый бюджетный пряж полушерстяной классическим способом набора набираем петли у меня набрано 15 петель вяжу по схеме первый ряд с лицевой стороны снять крайнюю петлю значит раппорт рисунка у нас будет 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 3 изнаночных 1 2 и 3 вот такой наш мотив вот это вы повторяете вот резинкой 5 петель 3 изнаночных резинок потребитель 3 изнаночные если вяжете симметрии то в конце конечно и наша часть 5 петель будет связаться всегда как первая часть это лицевая изнаночные лицевая изнаночные лицевая и кромку всегда вяжу изнаночной петлей вот это наш первый ряд работа разворачивает с изнаночной стороны первую петлю снимаем вяжу изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная это петли вне узора затем сам узор 3 лицевые и 5 петель резинкой изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная повторяете 3 лицевые 5 петель резинкой до последней кромку вяжите изнаночной петлей вот готов второй ряд так дальше с лицевой стороны третий ряд вяжется как 1 снять петлю лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая это 5 петель резинки 3 изнаночных 2 и 3 это наш мотив конце петли симметрии лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая и кромку изнаночной вот третий ряд провязали как 1 так с изнаночной мы как раз и будем оборачивать вот эти петли до их обычно оборачивает с лицевой стороны так кажется удобнее но чтобы одни были идеально по серединке нужно оборачивается снаночной стороны так значит четвертый ряд снять первую петлю теперь ниточка перед вязанием 5 петель снимаю на правую спицу раз два три четыре и пять перевожу ниточку за работой перевожу 5 петель обратно на левую спицу 2 3 4 5 перевожу ниточку перед вязание переношу 5 петель на правую спицу 3 4 5 перевожу ниточку назад за работу переношу 5 петель обратно на левую спицу значит перевожу ниточку перед вязанием и сразу провязываем у нас с каждой стороны два оборота получилось так 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая и 1 изнаночная вот так 5 петель с изнаночной стороны провязали резинкой значит это у нас вне узора дальше раппорт рисунка был 3 лицевые 1 2 3 опять петель резинки будем оборачивать ниточка перед вязанием 5 петель снимаем на правую спицу 2 3 4 5 ниточку за работой переносим 5 петель на левую спицу ниточка перед вязанием 5 петель переносим на правую спицу ниточка за вязание 5 петель переносим на спицу вот конце я немножко стягиваю перевожу ниточку перед вязанием так как у нас первая изнаночная значит изнаночная лицевая изнаночная лицевая и изнаночная вот это вы повторяете 3 лицевые обернуть 5 петель провязать резинкой до последней кромку вяжем изнаночной петлей это четвертый ряд так 5 6 ряды пока вяжем по рисунку снять первую петлю 1 лицевая 1 изнаночная лицевая изнаночная лицевая 3 изнаночных 1 2 3 вот это вы повторяете в конце лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая и кромку изнаночной петлей это петли 7 3 провязали мы 5 ряд 6 ряд как 2 вяжется снять петлю изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная это вне узора 3 лицевые 5 петель резинкой изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная и кромку тоже изнаночной петлей готова рота разворачиваем значит когда провязана 6 рядов следующие 6 рядов смещается нас симметричный рисунок то есть у нас вот эти пять петель центральные будут вязаться резинка и теперь получится у нас здесь петли до раппорта раппорт рисунка и петли после раппорта будьте внимательны что нужно повторять у вас подчеркнута красной линией так значит седьмой ряд первую петлю сниманием и вне узора у нас будет одна лицевая дальше раппорт рисунка 3 изнаночных мы начинаем 1 2 3 и 5 петель резинки 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная и 1 лицевая теперь вот такой наш мотив повторяете 3 изнаночных 5 петель резинки в конце у нас получается 3 изнаночных 2 3 и 1 лицевая вот кромку вязать изнаночной петлей готова так с изнаночной стороны 8 ряд снять петлю 1 изнаночная 3 лицевые 1 2 3 это вне узора сам узор это 5 петель резинкой изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная так и 3 лицевые так и повторяйте до конца ряда вне узора изнаночные и кромку вязать изнаночной петлей готова 9 ряд вяжется как 7 ряд 1 петлю снимаем 1 лицевая вне узора раппорт рисунка 3 изнаночных 5 петель резинкой лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая повторяя все в конце у нас 3 изнаночные лицевая и кромку изнаночной петлей вот это 9 ряд а в 10 ряду у нас будет оборачивание и так мы с изнаночной стороны и снять петлю вне узора изнаночные и 3 лицевые так теперь наш мотив перевести ниточку перед вязанием снять 5 петель на правую спицу 45 перевести ниточку за работу вернуть 5 петель на левую спицу перенести нитку перед вязанием переснять 5 петель на правую спицу перенести нитку за вязание затем вернуть 5 петель на левую спицу и переносим ниточку снова перед вязанием провязываем мы изнаночная 1, лицевая 2, изнаночная 3, лицевая 4, изнаночная 5, 5 петель резинкой, дальше 3 лицевые, это наш мотив, так вы повторяете, оборачиваем 5 петель, провязываем резинкой, 3 лицевые, в конце у нас петля симметрии, еще в конце, после раппорта изнаночную, и кромку вязать изнаночной петлей, так, это 10 ряд, так, 11 и 12 ряды, дальше туда-обратно вяжутся по рисунку, значит, 11 ряд вяжется как 7 и 9 ряды, снять петлю, лицевая, вне узора, дальше узор 3 изнаночные, 5 петель резинкой, лицевая 1, изнаночная 2, лицевая 3, изнаночная 4, лицевая 5, вне узора будет 3 изнаночные, 1, лицевая, 1, лицевая, кромку изнаночной, это наш 11 ряд, с изнаночной стороны 12 ряд, вяжется как 8, снять петлю, изнаночная 3 лицевых, не узора, дальше само узор 5 петель резинкой, изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная и 3 лицевые повторять все до последних двух петель вне узора изнаночная и кромка изнаночной вот это 12 ряд так дальше вы для всего рисунка повторяйте вот эти 12 рядов то есть на сейчас снова смещается симметрично вот эти наши жуки получается так первую петлю снимаем первый ряд мы начинали с 5 петель резинкой лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая а здесь три изнаночных раз два три вот так видите сместила снова я рисунок получаю вот такой восхитительный рисунок как видите он красивый на любой пряже это у меня ализе лана гол классик все ее хорошо знают использовать можно для вязания шапочек плечевых изделий можно и для вязания шерфа так как изнанка здесь ну как как отдельно узор правда очень красиво очень аккуратно получается спасибо всем за ваше внимание до новых встреч